Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Замыкаем мы постепенно 2016 год, рассчитывали с вами на волатильные торги. Хорошо, что хоть какой-то сигнал и первый признак того, что мы можем получить чуть больше волатильности, чем обычно, вчера на рынке появился. Я очень надеюсь, что сегодня и завтра мы увидим более интересные движения по финансовым активам. И очень надеюсь на то, что по ряду идей, по которым мы еще не добрались до наших профитных ориентиров, мы сможем хотя бы к ним приблизиться. Ну, первоочередную ставку я традиционно делаю, конечно же, на ослабление европейской валюты, которую вчера, мы помним и прекрасно видели, практически снова претендовало на то, чтобы переписать минимальный уровень, который был показан некоторое время назад. Однако после того, как пара евро-доллар достигла минимума 1.0371, последовало восстановление. И сейчас мы снова видим эту валютную пару на отметке 1.0455. Примерно так. Обо всем традиционно давайте поговорим чуть более конкретнее, но начнем мы, как и всегда, сегодня с рынка черного золота. И, к сожалению, пока Brent не радует нас той тенденцией и теми динамиками, которые мы хотели видеть. В частности, Brent, к вот вчерашнего дня 56.65, сейчас 56.86. Вчерашний день, в целом, можно сказать, был интереснее, чем предыдущий. Ну, во-первых, потому что ОПЕК сообщил о том, что комитет по мониторингу, то есть та организация, которая будет следить за соблюдением отдельными регионами индивидуальных квот, пройдет первое заседание вот уже, ну, совсем, а скоро 21-22 января. Сразу отмечу то, что в это время состоится еще и иммаугурация Трампа. В общем, январь у нас также обещает быть довольно интересным месяцем. Мы после новогодних праздников тут же бросимся в наш спекулятивный бой. Разумеется, будем следить за всеми самыми интересными событиями. И еще раз перезагрузим наши идеи по поводу того же самого доллара и того, что может случиться как с американской фондовой секцией, так и с рисковыми инструментами, которые соперничают с американцем. Напомню то, что после того, как ОПЕК в сотрудничестве с регионами, не вхожими в эту организацию, обсудил необходимость заключения сделки соглашений, и, в принципе, вышел на эту солидарную позицию, было принято решение ограничить производство нефти на 1,2, и, соответственно, с регионами, которые не входят в ОПЕК, еще на 600 тысяч. В целом это коррекция на 1,8 миллиона баррелей. Условия по ограничению, которые будут припределены в жизнь уже с 1 января 2016 года. И чтобы доказать всем тем, кто следит за рынком нефти, ОПЕК настояла на том, чтобы необходимо создать организацию, которая будет следить за тем, чтобы регионы исполняли вот эти обязательства по квотам. И вот, как я уже сказал, первая официальная встреча пройдет под конец января. Мы, безусловно, будем следить за этим событием, но я сразу хочу сказать, что в январе еще рано подводить итоги того, соблюдаются ли условия сделки или нет. Поскольку соглашение начнет действовать только с 1 января, единственная более-менее объективная цифра появится только в первых числах февраля. И, наверное, только после того, как ОПЕК представит январьский доклад по уровню добычи. Вот в этой статистике мы с вами лично, без всякого комитета мониторинга, сами покопаемся и посмотрим, что там происходит с цифрами. Почему нефть сохранила позитивные, скажем, ралли, почему нефть смогла вчера добраться до чуть ли не 18-месячных максимумов, поспособствовала тому еще и решению Венесуэлы сократить, вот уже сейчас производство, на 96 тысяч баррелей в сутки. Венесуэла стоит отметить, возможно, тот регион, который пострадал от низких цен, может быть, даже больше, чем кто-либо другой из, в принципе, участников ОПЕК. В целом, мы, разумеется, продолжаем следить за вот этим новостным фоном. К сожалению, пока рынок нефти более другой статистикой не забилует, но единственное, что вчера еще вышел отчет по запасам нефти по версии АПИ. Это сигнал, прежде всего, для нас, для продавцов, поскольку, с точки зрения цифр, запасы выросли плюс 4,2 миллиона, с прошлого сокращения на минус 4,15. В идеале бы, конечно же, эта статистика должна была оказать корректирующее влияние на нефть, но, судя по всему, трейдеры хотят завершить 2016 год с позитивным настроением, связанным с ожиданием реализации тех договоренностей, которые легли в основу СДЕР. Сегодня у нас один из важнейших отчетов, который будет касаться, в частности, рынка углеводородов, это запасы уже от Минэнерго. Я думаю, что, исходя из того анализа, который лично я провел, о котором говорил, что под конец года мы можем с вами рассчитывать на прирост запасов. Социальные цифры также совпадут с оценкой Американского института нефти, и, наверное, уже с официальными цифрами будет трудно соперничать. Поэтому, если статистика сегодня будет со знаком плюса, мы дождемся той самой коррекции. Вот с текущих уровней, надеюсь, что Brent все-таки сможет скорректироваться хотя бы до 55,5-55 долларов за баррель. Но это все равно не те значения, которые мы с вами хотим видеть. Нам нужна нефть подешевле. И я надеюсь, что уже в первых числах 2017 года рынок будет более объективно оценивать, собственно, исход вот этого соглашения, которое, собственно, и стало причиной ралли, которое мы наблюдаем. Рубль 60.36. Приближаемся мы к очень важной планке поддержки 60. В принципе, это тот рубеж, который для многих является, скажем, уровнем принятия решений, что будет дальше с российской валютой. Кто-то делает ставку на то, что рубль пойдет в плане бодрости еще ниже и потеснит позиции своего конкурента. Я считаю то, что это абсолютно неоправданно. Буквально сегодня на сайте мы опубликуем отчет по перспективам рубля на 2017 год, тем, кого этот вопрос интересует, вы сможете ознакомиться. Я предложил там четыре, на мой взгляд, довольно серьезных аргумента, которые стоит рассмотреть в качестве объяснения того, что у рубля все-таки революционное будущее, особенно с учетом текущих котировок. Поэтому те, кто рассматривает возможность даже не спикрутивного трейдинга на рынке Форекс, а просто допускает возможность физической покупки валюты, сейчас у вас есть прекрасный шанс, чтобы сделать это, потому что уверен, что таких котировок мы не увидим очень долго. Поэтому в расчете на потенциал снижения нефти и то, что пара сможет уйти выше 65, получается, что это потенциал профита около 10%, даже без плеча. Рекомендую рассматривать возможности именно сохранения валютных позиций, сохранения в своем портфеле евро и доллара физическом, но и, разумеется, тысячу раз подумать, прежде чем сделать ставку на дальнейшее укрепление российского валютного актива. Дальше идем. Евро против доллара. Вчера мы видели, как я уже отметил, пара снова подобралась к минимуму практически за много месяцев, по 1,0371, но после этого пошло восстановление. Конечно же, в плане негатива здесь снова стоит сделать акцент на развитие банковского кризиса в Италии. Мы о нем, в частности, говорили накануне, но вчера вот этот негативный настрой был усилен еще сообщениями со стороны Европейского Центрального Банка Управляющего Совета о том, что на одобрение вот этого спасительного пакета ликвидности может потребоваться как минимум весь первый квартал 2017 года. То есть это тут же создало нагрузку на такие пока виртуальные показатели ликвидности. Банки нуждаются в деньгах и, свыри по всему, им придется терпеть. То есть банковский кризис мы с вами продолжим обсуждать и дальше. Соответственно, Италия тоже будет в центре нашего внимания, исходя даже из политической темы. Ну и все те факторы, которые я обозначал, это те события и фундаментальные, скажем так, обстоятельства, которые сигнализируют, как и раньше, о том, что евро является инструментом, который должен торговаться ниже. Поэтому наши цели остаются на прежних значениях в районе аппаритета. Доллар японская иена вчера корректировалась, закрыл день снижением и еще большую просадку мы наблюдаем сегодня на азиатской сессии. Причин на самом деле несколько. Вот трейдеры ожидают скорое выступление президента Трампа, где ему придется отвечать на вопросы по поводу дорогого доллара. И понятно то, что Трамп, конечно же, действует из высокопарных соображений. То, что планирует провести реформы, направленные на усиление экономического восстановления в стране. Но, с другой стороны, дорогая валюта – это то, что влияет на конкурентоспособность национальных производителей. В общем, как негативный фактор. Поэтому, если допустить определенную риторику со стороны Трампа при определенном развитии ситуации, доллар может оказаться под давлением. Возможно, эти ожидания. Возможно, просто факт того, что трейдеры фиксируют сделки на стыке двух лет. То есть, при закрытии 2016 года выходит из позиции. Это тоже как фактор того, что мы наблюдаем сейчас коррекцию. И вы помните, мы допускали то, что под конец года такая динамика вполне вероятна. Мы сейчас можем обратить внимание еще на доходность двух леток и десятилетних бумаг. Вы сможете прекрасно заметить, как вчера эти бумаги корректировались по доходности. И еще, пожалуй, стоит сделать акцент на отчет макроэкономический. Данок было не очень много, но даже статистика, на которую мы раньше не обращали внимания, сейчас имеет для нас большое значение. Потому что рынок тонкий и любой релиз, в принципе, может повлиять на повышенную волатильность. Скажем так еще, что на безрыбье и ракчука. Вот вчера продажи жилья в рамках США, продажи просели серьезно, в частности, в месячном выражении, минус 2,5% против прошлого роста на 0,1% в годовом, минус 0,4% против прошлого роста на 1,8%. Я думаю, что здесь сразу же можно сделать вывод о том, что причина снижения активности в сделках по приобретению недвижимости – это высокие процентные ставки. Но, с другой стороны, если ФРС нам уже обещал как минимум 3 повышения процентной ставки, то есть разгон с текущих 0,75% примерно до 1,5%, может быть даже еще выше, я считаю, что мы можем смело ставить на то, что рынок недвижимости в ближайшее время, в первом квартале 2017 года, будет чувствовать себя очень неплохо, потому что трейдеры и потенциальные покупатели будут торопиться провести подобную сделку по более комфортным условиям. То есть макроэкономическая картина уверен продолжит нас радовать, мы параллельно сделаем ставку на дальнейший рост американца и будем ждать инаугурацию Трампа и реализацию в первые 100 дней, то есть получается в первых квартал, тех реформ, которые он планировал провести. Об этом давайте мы также поговорим чуть-чуть позже. Фунт против американца корректируется, вчера мы видели, как пара достигла поддержки 1,22, это, конечно же, хорошее значение в плане коррекции, то есть 100 пунктов оставалось до нашей с вами цели, настроение в связи с этим, я надеюсь, что у вас сохранилось в позитивном ключе. Я думаю, что за сегодня и завтра эта валютная пара все-таки сможет приблизиться к нашей с вами цели, особенно если и американец под закрытие 2016 года решит все-таки показать всем свой характер и наличие потенциала на продолжение дальнейшего ралли. Золото воспользовалось слабостью вчерашнего дня, в частности слабостью доллара, сейчас котировки по золотому активу находятся на отметке 1147 долларов за тройскую функцию. Не нужно полагать и считать то, что откат это формирование восходящей тенденции ни в коем случае, потому что золотому активу, как я отмечал ранее, в любом случае придется еще много сдать и как минимум до отметки 1100 мы с вами доверемся, потому что если бы у нас не было такой фундаментальной поддержки со стороны столь крепкого доллара и понимание, почему американская валюта будет расти дальше, хотя бы в первом квартале 2017 года, мы не были бы так уверены в том, что драгметаллам, как в целом рынку, придется стоить гораздо меньше, чем в принципе он мог стоить на фоне потенциально слабого доллара. Поэтому прежняя цель, как была на отметке 1100, давайте ее придерживаться. Если вы рассматриваете возможность только сейчас торговать, ну можно дождаться, чтобы этот актив скорректировался в районе 1130 долларов за тройскую лунцию и уже продавать оттуда. Доллар канадец вчера скорректировался, так же как валютная пара, ну и в принципе нас это не особо должно волновать, потому что мы допускали возможность нисходящей динамики и после того, как уже оказались выше отметки 1.35, нам уже было действительно все равно, что дальше происходит с долларом канадским. Произошла эта коррекция соответственно укрепления канадского доллара из-за вчерашнего роста нефти. Но если канадец так активно сейчас реагирует на поведение соответственно сырьевых активов и прежде всего бренда и WTI, в целом бренда черного золота, мы должны понимать то, что в случае возвращения бренда ниже 55 долларов за баррель, не везде как будет торговаться уже выше отметки 1.36. Из важных отчетов сегодняшнего дня в 16.30 заявки на пособие по безработице, пожалуй единственный релиз по статистике значимый. Важная статистика, потому что на следующей неделе мы с вами уже переключимся на Non-Farm Perils очередной и будем готовиться к следующему заседанию ФРС. Я думаю, что сейчас по заявкам, что на следующей неделе по ADP Non-Farm Perils мы можем смело рассчитывать на очень хорошую ситуацию сохранения прогресса в рамках американского рынка труда. То есть, как я уже отметил, как только у нас будет возможность вернуться к активному трейдингу в первых числах января, я первым предложу вам рассмотреть возможность снова покупки пары доллар-японской иены уже с ориентирами чуть ли не в районе 120 евро против американцев. И в 19.30 запасы по нефти ждем повторения оценки API и ждем то, что хотя бы под конец 2016 года бренд все-таки даст возможность заработать и о медведем. Но еще раз отмечаю, что пока с продажами торопиться не стоит, лучше дождаться, пока бренд опустится как минимум в район 53 долларов за баррель. Собственно, на этом все. Не забывайте, что если у вас есть вопросы, вы их можете задавать на нашем форуме Амаркет, либо использовать для этого канал на YouTube. Прямо под свежим и актуальным видео-выпуском оставляйте ваши комментарии. Не забывайте, что лайки имеют очень большое значение. Ну и, конечно же, еще раз напоминаю, что до конца этого года вам доступен уникальный бонус на выполнение в размере 20-17. Это подарок компании Амаркет всем трейдерам, которые сейчас используют любую возможность, чтобы повысить покупательскую способность депозитов, учитывая столь вероятно по ожиданиям волатильное начало грядущего года. На этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.